Привет, зритель! Сегодня я тебе расскажу про своё новое приобретение. Соковыжималка электрическая для цитрусовых. Фирма Дельта. Счастье стоило 735 рублей. На него 12 месяцев гарантии. Покупала в люксе. Тут у нас 40 Вт, 700 мл, две насадки конусовидные. Прозрачная чаша с мерной шкалой. Вращение обе стороны, прозрачная крышка, противоскользящие ножки и электропитание 220-240 В, видимо, 50 Гц. 3W.L-Delta.ru Вот такая вот. Вообще, я её как бы уже распаковала, почитала инструкцию по применению, разобрала, промыла, протёрла и собрала снова. И упаковала. Ну, а сейчас распакую при тебе, зритель. Тут у нас такая вот мягкая ленточка. Инструкция по эксплуатации, руководство по эксплуатации, ДЛ-0234. Электрическая высоковыжималка для цитрусовых. Всё по-русски, всё хорошо. Работать она может 15 минут максимально. И 15 минут стабильно перерыв. Но, мне кажется, у любой такой техники оно всё есть. Она упакована в пакетик. И в коробочке больше ничего нет. Коробочку мы сейчас пока отложим в сторонку. Можно даже практически её закрыть. Вот в таком она пакетике. Сейчас мы её аккуратненько извлечём. Пакетик можно тоже отправить в коробочку. Он нам уже не пригодится в ближайшее время. Провод стабильно перебинтован маленькой такой проволочинкой. Он не особо длинный. Но я думаю, что, в принципе, вот так на стабильной кухне хватит. Потому что обычно у людей тут где-нибудь розетки. Вот у меня розетка есть. За штативом как раз у стены я иногда в неё втыкаю. С миксером пользуюсь или ещё чем-то. И удлинитель у меня вот там. Куда тоже что-нибудь втыкаю. Вот тут у нас наклеечка прямо на ней. Дельта Д. Вот такое. Тут три ножки противоскользящие. Единственные наконечники у них. Крышечка. Ситечка. Две насадки. Одна в другой. Можно как бы на одну. Можно вот сразу же уже две сделать. И она тут закрепляется. Так вот. Ну, если правильно поставить, то не упадёт. И кувшинчик, он тоже, кстати, закрепляется. Правда, не сразу поймёшь, как его снять. Кстати, вот удачный такой кувшинчик. В принципе, при желании можно его снять. И в нём, если что, тот же сок подержать, я думаю, что удобнее всё-таки будет этот кувшинчик использовать прямо на вот эти подставочки. Обратно его забрали. Я предварительно купила цитрусовых. У меня, в принципе, был даже ещё один апельсинчик. Здесь вот защищают ручечку и от прыскивания и прочего. Это ситечка. Не знаю. Наверное, первый раз вообще буду пользоваться. У меня есть, конечно, маленькая ручная соковыжималка для лимона. Вот, нажимаете, так оно идёт. Покрываете крышечкой. Я всегда думала, что положишь половинку цитруса, закроешь крышечкой, оно само всё пойдёт. Но оно как бы разное. Цитрусы бывают всё равно. Так не пойдёт. Так не бывает. Именно вот в таких кувшинчиках. Я видела другие соковыжималки. У них при желании там на крышечку как бы надавиваешь. Положили половинку, закрыли крышечкой. И оно частично надавилось, уже само пошло. Но это не тот вариант, что я хотела. Сейчас я... Вот тут мандарин. У меня, в смысле, апельсин есть. Располовиню его. Мне уже тоже все помытые. Тут даже у меня есть один огромный грейпфрут. Как пахнет. Как давно я не ела апельсины. Почему я вообще её купила? Чисто, чтобы делать сок. Потому что апельсины вообще цитрусовых надо чистить. Так. Я думаю, надо её уже сразу включить. Как раз у меня удлинитель тут. Эти мои половинки. Ну, вообще... Вот. Ой, щекотно. Сейчас попробую. Оказывается, это надо уметь. В серединку-то вопнуть. Хи-хи-хи. У меня оно почему-то получается вот так. Но вот то, что вопнулось, оно сухонькое. Как бы так вот приноровить цитатуру. Хотя, я думаю, что, наверное, вот это было бы, может, и лучше. На более большой рассчитано. Ну, в общем, мы сейчас попробуем дальше. Оно пошло в другую сторону, если чуть-чуть надавить в другую сторону. Я подобную технику видела обзор, и я теперь понимаю, что имел в виду мужчину в каком-то обзоре, когда нажимаешь в разные стороны. Пожалуй, я сейчас ее сменю. Окочу, протру и поменяю на другую. Ну, на нее поверх положу. У нее, кстати, капает сок. Сок капает. Довольно легко моется. У меня тут даже полотенце есть. Внезапно. Теперь я попробую еще раз уже на большую штучку. Да, действительно, вот эта штучка рассчитана на больший фрукт. Продолжение следует... Ну, это у нас половинка не очень удачная. У меня не получается до конца ее продавить. Я потом что-нибудь с ней попробую сделать. Но вот та, которая именно под этот размер, скажем так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вообще, такой прикольный массаж руки получается. И он действительно все вот так выдавливает. Сейчас я попробую уже... Ну, и надо как-то в обратную сторону. Продолжение следует... Хотя сейчас оно не в обратную сторону. Дожмем его до конца. Можно сказать, что все. Продолжение следует... Сейчас я этот все-таки уделаю. Просто гляну, где оно у нас на самом деле сделано. Ну, сделано там у нас на самом деле в Китае. Марка там у нас в Германии. Ну, да, в принципе, сейчас... Еще только практически делается в Китае. Продолжение следует... Всяко лучше, чем очищать апельсин. И по долькам китайскую соковыжималку. Сколько у нас тут с одного апельсина сока? Чуть меньше 100 миллилитров. Тут у нас ошметки всякие. Вот так вот выглядит апельсин. Либо же его отсутствие. Вот так вот этот сок. Тут у нас есть многострадальный апельсин. Конечно, он крышечкой не придавится. Но смотрите, вот чудо! Если вам лень держать, или религия не позволяет за саму шкурку, то можно держать за крышечку. Попытаюсь сейчас изобразить другую сторону. Вот такая у нас... Точнее, не у вас, а у меня исключительно. С двумя насадками. Съемным фильтром. На 700 миллилитров отличная цитрусовая соковыжималка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!